Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом видео поговорим о творчестве 11-го чемпиона мира по шахматам Роберта Джеймса Фишера. Вспомним его пять ярких комбинаций. Нью-Йорк, 1958 год. 15-летний Бобби Фишер играет белыми фигурами против опытного Самуэля Ришевского. И эта позиция, которую вы сейчас видите на доске, вошла во все дебютные справочники. В партии был разыгран так называемый ранний дракон. Черные только что неосторожно отступили конем на Е8. И последовала громоподобная комбинация. Смотрим и наслаждаемся. Юный Бобби Фишер наносит головокружительный удар. Слон бьет Ф7 шах. Ход, который становится возможным ввиду неудачного положения черного коня на А5, а также незащищенности ферзя Д8. Выясняется, что после ладья бьет Ф7 следует конь Е6, пешка Д7 связана. После ДЕ последует ферзь бьет Д8. Но с другой стороны черному ферзю просто некуда уйти от нападения белого коня. Поле А7 и Б6 находятся под контролем белых фигур, а поле А5 занято черным конем. В партии последовала король бьет Ф7. Но и на это взятие белые ходят конь Е6, вновь пользуясь связкой пешки Д7 и незащищенностью ферзя на Д8. Выясняется, что после король бьет Е6, белые красиво матуют черного монарха. После ферзь Д5 шах, король Ф5, Ж4 шах, король Ж4, ладья Ж1 шах. И сейчас после король Х4, слон Ж5 шах, король Х5, ферзь Д1 шах, ладья Ф3, ферзь бьет Ф3 мат. Уверена, именно так закончилась бы партия, играйся она в 17 или 18 веке. Но Самуэль Ришевский сыграл более прагматично. ДЕ, ферзь бьет Д8. Это позволило ему затянуть сопротивление, но все-таки лишний ферзь это очень большое преимущество. И несмотря на то, что партия продолжилась до 42-го хода, Бобби Фишер постепенно реализовал материальный перевес. Итак, партия номер один и замечательный, вошедший во все дебютные справочники, ход слон бьет Ф7. Следующий пример из творчества еще более юного Бобби Фишера. Нью-Йорк, 1956 год. Противник Бобби Фишера Дональд Бирн только что атаковал ферзя черных, находящегося на Б6. И что же, черным приходится отступать? Ни в коем случае. Бобби Фишер наносит сильный промежуточный удар. В позиции на диаграмме следует ход слон Е6. Что последует после взятия ферзя, разберем чуть позже. На слон бьет Е6 выясняется, что черные очень красиво матуют белого короля. После ферзь Б5 шаг. На Е1 отступать нельзя, ввиду ферзь Е2 мат. После король Ж1 следует красивая комбинация. Конь Е2, король Ф1. Конь Ж3 двойной шаг. Ферзь и конь во всей красе. Король Ж1. Ферзь Ф1 жертва ферзя. Запирающая короля белых в клетку. И конь Е2 красивый спертый мат. В случае ферзь бьет С3 все заканчивается гораздо более прозаично. После ферзь бьет С5. В случае ДЦ слон бьет С3. Слон Е6 ладья бьет Е6. На доске возникает Эншпиль с материальным и позиционным перевесом у черных. В партии же белые приняли жертву. Побили ферзя черных на Б6. Но и это не принесло им спасения. Черные продолжили атаку ходом слон бьет С4 шаг. Король Ж1. Конь Е2 шаг. Король Ф1. И так называемый прием мельницы. Конь бьет Д4. Конь сначала съедает пешку Д. Выясняется, что в случае ладья Д3 следует АБ. Внезапно ладья с поля А8 подключается к атаке. И белому ферзю просто некуда отступить. В случае ферзь С3 черный конь отпрыгивает на Ф3. Обнажая слона черных. И после ферзь С4 вот такой вот элегантный мат на Е1 ставят черные. В партии белые не стали ходить ладья Д3. Отступили королем на Ж1. В этом случае конь вновь вернулся на Е2. Дал шаг. Король Ф1. В этот раз шаг последовал с поля С3. Король Ж1. АБ. Вновь ладья подключается к атаке, к игре. Ферзь Б4. Ладья А4. Еще один промежуточный удар. Защищая слона на С4. Ферзь бьет Б6. Конь бьет Д1. И в этой позиции у черных большой материальный перевес. Если мы посчитаем фигуры, у черных ладья и два слона, что гораздо больше, чем ферзь. Х3 ладья бьет А2. Но что самое важное, король белых продолжает находиться под атакой черных фигур. Король Х2. Конь бьет Ф2. Каждый ход это нападение. Ладья Е1. Попытка хоть немного облегчить себе судьбу, разменивая ладьи. Ферзь Д8. Слон Ф8. Конь Е1. Слон Д5. И мы видим, как продолжают атаковать фигуры черных позицию белого короля. Ну и сейчас пешка. Бе оттягивает ферзя белых, заставляя белых думать и о том, что надо не только защищать королевский фланг, но и держать под прицелом пешку Бе. Иначе она может пробежать ферзи. Белый ферзь просто не в силах выполнять такое количество задач. Король Ж1. Слон С5. И черные фигуры обрушиваются красивой матовой атакой на белого короля. Все завершается эффектным матом на 41 ходу. Следующую позицию тоже тяжело не встретить в шахматных сборниках. Итак. Роберт Фишер. Пол Бенка. Нью-Йорк. 1963 год. Ход белых. Как бы вы продолжили партию. Играющий черными Пол Бенка рассчитывал на ход Е5, нападая на H7, после чего он надеялся перекрыть диагональ B1-H7 и предложить размен ферзей. Но в его планы не входил следующий блестящий удар белых. Роберт Фишер сыграл ладья F6. Потрясающая жертва ладьи. После этого хода все становится ясно. Черные просто не в силах ничего противопоставить против хода Е5. С последующим ферзь бьет H7. Тихий ход под бой ладья F6. И черные беззащитные. В партии еще последовало король G8. Так как на слон бьет F6 белые бы сыграли Е5, открывая слона и создавая смертельную угрозу ферзь бьет H7. Но после король G8 белые все равно сыграли Е5. Черные пошли H6. И здесь Фишер отступил конем на Е2. И черные не нашли ничего лучшее, чем признать поражение. Слон бьет F6. Сыграть невозможно. Ввиду ферзь бьет H6 и дальнейшего мата на H7. В случае ферзь Е7 у белых приятный выбор выигрывающих продолжений. Например, можно сыграть просто ладья АФ1. Или нанести удар на H6. И учитывая все это, черные просто остановили часы. Замечательная победа Роберту Фишера. Следующий пример взят из претендентского матча 1971 года. Роберт Фишер, Марк Тайманов. Белые прекрасно провели эншпиль, ставший классическим. Слон против коня. Но как же довести партию до победы? Следует громоподобная жертва. Белые наносят удар. Слон бьет G6. Позиция настолько созрела, что жертвой слона белые переводят партию в выигранный эншпиль. Конь не в силах бороться против пешек белых на двух флангах. В партии последовало король D7. Король бьет C5. План белых заключается в образовании проходных пешек на ферзьевом фланге. Отвлечение короля и коня черных этими пешками от королевского фланга. В то время как король и конь черных борются с пешками А и Б. Белый король проникает на королевский фланг. Съедает пешку F. Создают проходные на королевском фланге, которые проходят в ферзи. Смотрим, как это все воплотил в жизнь Роберт Фишер. Конь Е7. B4. АБ. ЦБ. Две проходные готовы к отвлечению сил черных на себя. Конь C8. А5. Конь D6. Б5. Пешки двигаются вперед. Конь Е4. Король Б6. Создавая где-то угрозу король Б7 и проведение пешки А в ферзи. Король C8. Король C6. Король должен находиться в районе полей C8, B8, А8, чтобы сторожить белые пешки. Ну, а белый король уже приготовился бежать на королевский фланг. В случае, если конь черных игнорирует белые пешки и уходит на королевский фланг, конь G3, белые пешки на ферзевом фланге проходят в ферзи. Вот таким вот элегантным образом. От B8 ферзь нет защиты. Партия же последовала король B8. И после B6 черные сдались, так как они беззащитны против пешек белых на ферзевом фланге. И, возможно, возможных потенциальных проходных на королевском. Отличный, отлично проведенный Эншпиль, который стал классическим в изучении борьбы слона против коня. Ну, и, конечно, замечательная жертва на G6, ставящая восклицательный знак в ювелирной работе Роберта Фишера в этой партии. И, конечно, я не могла обойти стороной матч на первенство мира 1972 года между Борисом Спасским и Робертом Фишером. Именно в том матче Роберт Фишер одержал победу и стал 11-м чемпионом мира по шахматам. Итак, на доске позиция из шестой партии того матча – ход белых. В этот момент не будет спецэффектов. Сильный позиционный ход, сделанный Робертом Фишером. Белые сыграли E5, ограничивая коня на D7 и фиксируя слабую пешку на E6. Еще один замечательный пример борьбы слона против коня. Черные сыграли ладья B8, последовало слон C4, связывая пешку E6 и создавая угрозу F5. Черные ушли. Из-под этой неприятной связки король H8 последовал замечательный, сильный, неожиданный ход ферзь H3. Ферзь с одного фланга за раз переносится на другой фланг и создает давление на пешку E6, а также посматривает на короля на H8. Коня F8. В случае ладья B2, последовало бы ферзь B6, и центральная пешка белых гораздо сильнее, чем центральные пешки черных на C5 и D4. Конь вынужден будет уйти и не сможет держать эту пару. А после D3 ладья FD1 потеряется пешка D. В партии черные пошли король F8, B3, защищая пешку на B2, A5, и самое время приступить к активным действиям. Ф5. Белые еще раз навалились на пункт E6, черные вынуждены побить на F5, ладья бьет F5, скрылась линия F, и по этой линии белые ладьи ворвутся в лагерь черных. Конь H7. Ладья Cf1 следует. Заметьте, очень важная точность. Ладья бьет F7, конечно, является грубой ошибкой ввиду сильного конь G5, и белые могут потерпеть поражение. Роберт Фишер не попадается в эту ловушку. Ладья Cf1, ферзь D8, ферзь G3, ладья E7, H4. Еще один замечательный ход, ограничивающий коня. Смотрите, как белые пешки ограничивают коня H7. Ладья bb7, E6. Ладья bc7, ферзь E5. Черные просто отброшены канатом. Ферзь E8, и здесь еще один ход белых, который мне очень нравится. Есть такое правило в шахматах. Не спешить, особенно когда у вас подавляющая позиция, и соперник просто не в силах усилить свою позицию. Лишите его всякой контрыгры. Ход A4 просто забивает последний гвоздь в крышку позиций черных. Ферзь D8, ладья A1, F2. Ладья A2, F3. Не спешить. Ферзь D8, слон D3. Ферзь E8. Черные просто ждут своей участи. Ферзь E4. Наконец-то белые создали решающее давление на поле H7. Конь F6. Ну и здесь, конечно, ладья bf6. Очень тяжело удержаться от такого хода. ЖФ, ладья bf6. Да и не надо. Позиция короля черных вскрыта. И еще несколько ходов. И после ферзь F4, хотя ладья F7 здесь было бы тоже симпатичным и изящным решением, чтобы закончить эту партию, но и ферзь F4 оказалась достаточным для того, чтобы черные признали свое поражение в этой партии, ну и затем и в матче. Таким образом, 11-м чемпионом мира по шахматам стал Роберт Фишер. И именно творчество этого чемпиона мира мы изучали сегодня в этом видео. Безусловно, очень непросто в видео из пяти партий осветить все яркие победы Роберта Фишера. И не исключаю, что у наших зрителей есть какие-то свои любимые партии, о которых мы не смогли, не успели поговорить сегодня. Какие они? Пишите, делитесь своими комментариями, мне будет очень интересно узнать и посмотреть эти партии, если я их еще не видела. И, конечно, не забывайте подписываться, ставить лайки. И до новых встреч! С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.